Знаешь такой опыт? У тебя в жизни такое было, называется «кризис в семейных отношениях». Кризис чего? Кризис в отношениях семейных. Ну, кризис всегда есть, Жень. Кризис в семейных отношениях, он есть всегда. Он есть ровно в год, когда вместе живут. Потом есть три года, потом есть три лет. Ну, переоценка начинается какая-то. Это есть, это на самом деле так, на самом деле есть. Мама, у тебя не было такого никогда, когда ты живешь, например, с мужчиной, ну, в данном случае я с женщиной, но тем не менее, вот ты живешь с человеком, у вас сначала конфетно-букетный период, все хорошо, все замечательно, все прекрасно, все, ты живешь, радуешься, ничего не видишь в человеке, недостатков и так далее, все прекрасно, все хорошо. Потом, как бы, после конфетно-букетного периода, вы заселяетесь, вы живете вместе, самостоятельная жизнь и так далее. Ну, живем мы, ну, понятно, да. А потом в один прекрасный момент ты, например, начала видеть в человеке недостатки, которые тебе не нравятся. У тебя было такое? Ну, естественно. Ну, естественно. И что делать в этот момент? Нет, Жень, нет, Жень, я тебе хочу сказать, ты почему сейчас видишь недостатки, а ты видишь их потому, что на фоне других девочек видишь недостатки. Ты жил-жил, не тут жил, для тебя была вот одна, любимая, единственная и родная, дорогая. Знаешь, вот в чем проблема. А сейчас ты хочешь женскую спальню, ты общаешься с девочками, трансминами, все. И ты начинаешь в них, ну, как, видеть велибишь, хочу сказать, что это обманчиво, поверь мне, это обманчиво, Жень. Они мягкие и пушистые все, когда хотят выйти замуж. Ну, вот все. И мягкие, и пушистые. А что там дальше будет, когда вот, ну, дальше? Неизвестно. У тебя есть известность. Ты ее знаешь уже от и до. Ну, значит, сейчас этот период, ну, вот, надо вот сейчас это перебороть. Это надо делать, это надо поговорить вместе, это нужно, значит, обсудить. Ну, и мама, что переехала, конечно, я могу помочь в этом плане. Вот. А я тебе говорю, что это, ну, понятно, что у тебя сейчас идет сравнение. Ну, девочки сейчас такие хитрые, такие умные, такие кушевые. Поэтому не надо обольщаться на то, что ты видишь со стороны и подумаешь, что, ох, какая. Да никакая. Да. Совершенно верно. Ну, понятно. Алло, я как будто сама с собой разговаривала. Да мне не не. Я здесь, я просто чай пью. Поэтому, Жизнь, у вас одна проблема, что она, вот, ну, есть такое у нее, да, где она там отзывается, оскорбляет. Ну, поверь мне, вот, все, что она вот это делает, да, я уже сейчас впускаю на то, что это от большой любви. Она настолько тебя любит, что вот настолько у нее идут такие оскорбления. Ты понимаешь? Если бы ты был в ней безразличен, то ей было бы параллельно. Я понимаю, что это ничего хорошего. Ну, я просто, вот, ну, провоцирую на себя, вот как вот. Ну, она научится, да, сейчас, еще, вот, потерпеть надо просто, Жизнь. Маленько потерпеть. И много-много разговаривать. Просто, знаешь, и поэтому, как бы, очень сложно, как сказать, мы начинаем о чем-то говорить хорошем, потом раз, все это переходит в какой-то, сначала в средний уровень раздражения, потом в высокий. А потом в самый высокий уровень раздражения. И вот ни к чему хорошему не приходим, и просто сидим, грубо говоря, кушаем. Ну, Жень, я хочу тебе только одно сказать в этой ситуации. Знаешь, вот с одной стороны, да, я бы могла тебе сейчас сказать, да, Жень, да нафиг тебе надо, бабу есть много, ты сможешь, там, ты мальчик, ты, там, тебе без проблем найдет, сейчас девочек вообще мало. Ну, выбираю, ну, выбираю, девочек много, выбираю любую, мальчиков мало. Я могла, так сказать, ну, могла бы, вот, честно, вот, ну, как бы так вот, если положить руку на сердце. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что, читая вот с людьми, все эти разные, там, задумываясь над всем остальным, да, я тебе говорю, что, ну, жить, прожить, это, как бы, не просто так. Вот почему мы решили, что это вот должно быть так, вот, ну, женился, ух, и все у тебя, нет, Жень, ну, не может быть так. Понимаешь, она, да, она вот в этом, вот, уберите ее минут, какой-то есть минут, но во всем остальном она тебя, вот, совершенно на 100% устраивает, и это мы на эту тему говорим. О чем разговаривали? А? О чем разговаривали? О чем разговаривали? Да, обо всем, по чуть-чуть. Что мне не понравилось то, что ты меня начала сравнивать с Задойновым, потом мы вначале с того поговорили о фамилии, потом там, говорю, что-то, и, говорю, ей тоже там не понравилось. Говорю, мы вчера сидели у друзей, говорю, что там, говорю, ей не понравилось, говорю, в эфире там какой-то момент, говорю, она мне вынесла мозг, короче, говорю. Какой-то момент, Женя, это не какой-то момент, это тебя по заднице, извините, хлопает в женской спальне баба. Тебе еще раз показать, что там было? Ну, в таком случае не надо. Слушай, естественно, ты уйдешь, это у тебя самая оптимальная позиция. Я тебе еще раз говорю, Жень, меня это не устраивает. Меня тоже не устраивает, что ты меня за Дойну сравниваешь. Слушай, не то что сравниваешь, я тебя с ним не сравнивала. У меня спросили, тебе бы хотелось, чтобы Женя ухаживал за тобой так же, как за Дойну, за Элиной. И я ответила, да. Потому что действительно, те моменты, которые показали вчера, и тот ролик, который был, действительно, но он красивый, его всегда в пример всем ставили. Я тебе могу сказать так, что если взять всю нашу жизнь здесь, тоже можно сделать нарезки, где я за тобой ухаживаю. Не перестает за Элиной ухаживать? Кто тебе это сказал? Потому что мы с ним сидим разговариваем, он говорит, просыпается ребенок, говорит, я, говорит, ребенка посидел, потом собрался, поехал на охоту, на рыбалку. Ну и прекрасно, вместе с любимой, а в чем дело? Один он ездит с друзьями, какими-то там. Ну и что ты? Кто тебе сказал, что он сейчас за Элиной ухаживает ровно так же, как кто? Я очень уверена, а я с Элиной разговаривала, и Элина говорит, она меня до сих пор рада, он меня до сих пор радует. Либеш, я тебе могу сказать все, что угодно, я не хочу о ней говорить, я хочу про другое сказать. Просто я тебе говорю о том, что не надо меня сравнивать, надо меня в пример. Я тебя ни с кем не сравниваю, Женя. Я тебе вчера, Либеш, мы закончили этот разговор, я тебе вчера об этом сказал, что ты мне в пример, посмотри наставишь папу, я больше уже смирился с тем, что папа, давай теперь, пожалуйста, мне еще не Сашу сказал, ладно? Ты знаешь, мы с ней общаемся, но я никогда не забуду это. Женя, опять, услышь меня, пожалуйста, по какой причине, да, опять, я тебе предъявляю про то, что ты в женской спальне, извините, позволяешь себе вольности, а ты начинаешь абсолютно другим перекрывать. Не надо, вот, Женя, не отвертишься. Не перекрываю, я тебе вчера об этом сказал, Либеш. Что значит, я идиот, я не идиот, Либеш. Ну, вот то и значит. Ты что, с идиотом живешь, что ли? Женя, ну, если ты не готов извиниться, то да. Да, дорогая. Слушаю тебя, любимая моя. С 23 февраля. Спасибо большое. Пожалуйста, хоть ты и не служил, но все равно, я думаю, что ты... Мы же договорились... Тем более ты хотел. Мы же договорились, что мы живем в рамоне и идиоте. Да при чем тут идти? Я служил, у меня есть военный билет, вам представим. Спасибо, что ты поздравила меня с 23 февраля. Ты какая? Ну, парфюм я тебе подарила. На все случаи жизни, на все случаи праздника теперь, да? Нет, Женечка, я еще сегодня хочу пригласить тебя в кино. Я возьму твою фамилию, автоматически Евгений Руднев станет а-ля такой, не знаю, семьянинушка. Прям вообще. Прям все в дом, все в дом. Да нет, Лебеш, просто признайся, что ты... У тебя есть сомнения, что ты проживешь со мной всю жизнь, вот и все. Жень, у меня есть сомнения, что я проживу с тобой всю жизнь. Но не потому, что я встану и уйду, а потому, что ты где-нибудь хроманешь, извините, за периметром или еще где-то. Да, точно, правильно сказала все, конечно. Так в том-то и дело, Жень, мне удивительно. Это идеально. Жень, то что может произойти без камер? Поругался? Нет. О-ля-ля. Поругался, да? Жень как разлял и разулыбался, когда Кристина... Жена твоя, извините, ходит как дура, ты понимаешь, ко мне приходит Кристина, я ей улыбаюсь, знаешь, все нормально, хи-хи-ха-ха. Она как бы там веселится кожей в наш дом, да, там Вика Берникова и все остальное. А извините, а получается так-то, что вы за моей спиной сидите в женской спальне и обсуждаете темы, которые близко даже не имеют права замужний мужик обсуждать с бабами. Сашка вчера вечером звонила. А, я слышал. Мне просто удивительно. Из меня реально такой дур делает, просто дур, идиотка, вот реально. Кристина тоже стоит, извиняется передо мной, прости то, что я вот посмела с Женей выехать за периметр, ты не подумай, мне нужен был Катасонов. Дальше. Извиняется за то, что прости опять то, что я, извините, в Рождество не остановила Женю и не посодействовала ему тому, чтобы он остался с тобой. Прости, я так сглупила. Бла-бла-бла, извините, и что происходит? И в женской спальне мое чудо, извините, распирожилось, подставляет свою сраку. Господи, я просто лежал. Никому я ничего не подставлял. Смотрела вчера на Женьку, а у него на лице вот всегда все написано. Ну, как у меня, собственно говоря, тоже. И как только коснулись темы Элины и Саши, Элина говорит, какая же я была дура, что не взяла сразу вообще фамилия Сашка, что я его мучила, и на самом деле впереди нас все ждет обязательно. Женька сразу напрягся, примерил на себя и расстроился. Я и не отказывалась брать его фамилию, в принципе. Ну, и не согласилась. С самого начала отказывалась. Нет, не то, что не согласилась. Я просто ему попросила, что давай я сделаю это чуть позже. Потому что сейчас у меня дело, забот гораздо больше, чем... Прошло уже два месяца, а потом пройдут годы, десятилетия. Кроме того, что мы надели кольца, и у нас стоит штамп в паспорте, в принципе, никак не подкреплено, что мы с тобой в браке. Я тебе еще раз говорю, Леберш, давайте до того момента, пока ты не возьмешь мою фамилию официально, я буду снимать кольцо каждый раз, когда буду уезжать за периметр. Жень, скажи мне, скажи мне, пожалуйста, а что для тебя есть подкрепление? Я тебе могу сказать, смотри, я тебе могу сказать так. Мне кажется, даже трое детей для тебя не будет. Смотри, я вот снимаю кольцо, кладу его в карман, Леберш, кладу его в карман. И до того момента, пока ты не возьмешь мою фамилию, я кольцо не одену. Заключаются вообще семейные ценности, я тебе еще раз говорю. И не в фамилии, я тебе говорю, заключаются семейные ценности. А в отношении друг к другу Заключаются семейные ценности Если ты себе позволяешь отдыхать за периметром с бабами Если ты себе позволяешь флиртовать здесь с бабами Жень То извините, ни кольцо, ни смененная фамилия Никак не повлияет на то дерьмо Которое у нас в отношениях происходит Я тебе сказала, когда я поменяю Сам решай, когда оденешь кольцо Оденьте кольцо, пожалуйста, Беш Одень кольцо Что вы этими глупостями занимаетесь? Я не могу, почему он все время создает мне сложности Он не хочет не помогать Потому что он эмоционально и капризный Ты прекрасно знаешь В этом весь Женя Мне удивительно просто, Оль Он вообще не жалеет меня У него нет жалости ко мне В силу того, что он считает, что я Сильная, я справлюсь У него жалости ко мне нету никакой Надо сидеть дома Надо, выходя из дома, вести себя достойно И все Ну вот я лучше дома тогда буду сидеть Зачем? А смысл себя сковывать? Значит, в таком случае ты боишься выйти туда, потому что ты боишься сорваться, что ли? Не сорваться, Либерш Я просто боюсь, что каждое мое общение там Я не знаю, с любой Ты можешь общаться, я тебе говорю Смотри, Сережа Пынзель Общается со всеми абсолютно У моего отца на работе тоже Есть и сотрудницы, и женщины Но моя мама не переживает и не нервничает Понимаешь? Не переживает и не нервничает Задумайся, по какой причине? Вот я лучше буду сидеть дома Смысл? Ты будешь сидеть дома Иди, гуляй Нет, лучше посижу дома Ну, значит, боишься просто выходить, потому что боишься, что не сможешь себя вести достойно Вот и все Ты, Бежда, успокойся, я сижу дома, все, никуда не выхожу Утром проснулся, все, оделся, приготовил завтрак и сижу дома Во избежание всех разговоров, которые у тебя в голове там фантазии твоей нарисовываются Все, сижу дома Жень, в том числе Тебя это устраивает? Одно дело, если бы это просто были фантазии, а другое дело, когда я реальность вижу Это ты живешь все в фантазиях каких-то Хорошо, Либерш Пускай, как говоришь ты, все, я сижу дома Не надо мне, чтобы ты сидел дома Тебя это устраивает? Нет, меня это не устраивает А как тебя устраивает? Чтобы я выходил, хочешь, я могу пойти Тебя как устраивает? Скажи мне, как тебя устраивает? Как у людей Как у людей? Я проснулся и сижу дома Да это бред, при чем здесь вообще фамилия? Такое чувство, что я просто хочет Либерш завалить еще большими делами У меня скоро открытие магазин, у нее куча заморочек А он хочет, чтобы она сейчас меняла фамилию, извините меня Все карточки, все документы, тот же магазин опять все переименовывать Это не пяти минут дело, это, блин, столько заморочки Женя уже Либерш задолбал Он выдумывает одну проблему, вторую Потом возвращается к первой проблеме, которую выдумал Потом и так по кругу, по кругу Он уже не знает, к чем докопаться Такое впечатление, что хочет, чтобы Либерш Ну, отказалась от него первой, понимаешь Чтобы на развод подала Либерш Чтобы он в этой ситуации был жертва Ну, она же меня бросила, не я ее, понимаешь Итак, в чем показать свои руки? Собственно говоря, что я и хотела увидеть Кольца нет Жень, ты мне скажи просто Отсутствие кольца на пальце, оно предполагает то, что ты в своих поступках тоже свободен? Я теперь буду ходить без кольца Для чего? Для нее это не важно абсолютно Ну, то есть, как бы, она говорит Кольцо в жизни это не важно И штамм паспорта тоже не важен В принципе, семья это когда, все-таки, я и тогда говорил и наставил на том, чтобы Либерш взяла мою фамилию Если бы она оставила, она бы взяла твою фамилию Нет, единственный аргумент у нее был, вы прекрасно знаете, это когда она меня давила на то, что ей надо будет перелопатить опять кучу документов и так далее Поэтому, когда я узнал, что это все на самом-то деле не нужно делать Когда мне недавно открыли глаза на все это Я с этим вопросом к ней подошел Но на что я опять услышал отказ Поэтому я принял такое решение Мне вот так хочется Либерш, у Жени вот такая непростая ситуация Нет фамилии его, нет кольца Как ты будешь решать сейчас эту проблему? Легко и просто Просто сделаю вид, что я этого всего не видел У меня просто складывается впечатление, что Либерш, к сожалению, относится Видимо, может быть, в голове понимает, что этот брак недолгосрочный И чтобы не заморачиваться с документами, да? Дважды У меня тоже такая версия, а почему нет? А почему нет? Да, Андрей, а ты так считаешь? Я точно помню, что когда у ребят поднялась эта тема пересвадьбы Либи говорила, месяц-полтора, и я возьму фамилию Женю Было? Было Женьке, да, соврать Прошло два месяца Что? Прошло два месяца и бежит подгон Да, и она не берет фамилию Для мужчины это очень важно И здесь дело, вот, одел он или снял кольцо Ему надо понимать Это, знаете, как печать Мое Мое Я хочу, чтобы она была Руднева И он имеет на это право Кузнецов, Никита Вопрос смены фамилии женщины после брака на Доме-2 Уже выглядит, как заезженная пластинка Я в жизни, в обычной жизни, ни разу не слышал про такие проблемы Более того, вспоминайте сами Если женщина не берет фамилию мужа, то это как-то странно Все задаются вопросом, а почему она это сделала? Почему она не берет фамилию мужа? И только здесь, на Доме-2, уважаемые женщины Каждая, выходя замуж, задает вот эту вот проблему в семью Почему? Потому что вы считаете, что у вас реально вот это вот имя и фамилия Это ваше лицо? Вы реально считаете, что вы звезды такой мегавеличины Что вы теперь своей фамилией будете подписывать станции в метро? Или на поезде напишут ваше Здесь ехала Либерж к Падону Не Руннева Какая-то там А к Падону Вот это да, вот это величина Жень, ты мужчина, ты должен поставить свои условия Если ты так хочешь, чтобы она взяла твою фамилию Заставь Но не снимая кольцо и говоря Ах, ты так не сделала, значит я сделаю вот так Таня Охолкова Да, вот я сейчас сижу и слушаю Ну, не знаю, поправьте меня Но мне кажется, когда девушка вступает в вполне серьезные отношения Она все равно мысленно уже предполагает и примеряет фамилию своего парня Да, а тем более здесь такая ситуация Я помню, как у ребят состоялся на поляне разговор Где они достаточно на повышенных тонах Высняли отношения На что Либерж сказал Да, я никогда не возьму твою фамилию И Женя на это встал и сказал Да, я это знаю Вот хочу обратиться к Жене в том плане, что Ты либо с этим смиришься, либо нет То есть, ну вот с кольцом, да Я в принципе, ребят, понимаю Это, Женя, очередной раз ты показываешь свои капризы А то, что Либерж не берет фамилию, так это совершенно очевидно Потому что она не собирается ее брать И этот брак для нее, ну, не настолько серьезный, как для Жени Ох, ребята Что делать-то с вами мы будем? Ну, что вы такие сидите, куклята Надулись друг на друга Кольца поснимали, наобижались Там не так комфортно ходить Ладно, сойдемся пока на комфорте Ты знаешь прекрасно, как мы их выбирали Всей семьей, с родителями Ты знаешь, насколько важны эти кольца И ты каждый раз, когда Извините, сначала ты кричал о разводе Кидал кольцо Потом ты опять снимал кольцо Не одевал специально и улыбался Я у тебя спрашиваю, почему ты кольцо до сих пор не одел Ну, еще успею Услышь, Жень Тебе важно, скажи нет Жень, если Для тебя это важно, если у меня кольцо на руке или нет Я понимаю, что это для любых людей, в принципе, это важно И кольца, это символ того, что, ну, как бы, ты не отказываешься от человека Я понять ничего тебе не могу Услышь меня, пожалуйста Господи, ты много говоришь, по факту скажи нет Я просто хочу выговориться и все Хорошо, выговаривайся Когда ты снимаешь кольцо И, сидя на лобном, показываешь свои пустые ручки И говоришь, насколько тебе так теперь комфортно Наверное, ты намекаешь не на то, что тебе кольцо сильно жало Да, тебе просто неудобно было на пальце его носить, да А ты намекаешь на то, что, ну, без кольца даже как-то и легче дышит Тебе это объяснение Я не хочу, ты, почему здесь не твои родители? Я не с твоими родителями живу Потому что именно и с родителями, когда ты разговаривал, ты пошел на уступок Да не буду я разговаривать с твоими родителями Сейчас ты встал в позу, Жень Я, конечно, понимаю, что после супружества ты изменил ко мне отношение Видимо, не знаю, как говорится, запретный плод сладок А когда он сплошь и рядом, знаешь, он не такой уж и запретный И он не такой уж и сладкий По сути, я в твоей жизни самое главное Жень, ты в моей жизни самое главное Не надо, пожалуйста, ты в моей жизни Я бы не терпела Я бы не терпела Я бы развернулась на левой пятке Мне есть чем заняться в жизни Я знаю, чем заниматься Я знаю, к чему нужно стремиться Но, однако, я тебя не отталкиваю Мученица бедная Не отказываюсь Я тебе объясняю Не надо себе мученицу делать, Лебедович Ну не мучайся Ну что ты вся измученная такая бедная Ну прям измучилась Ну и страдалась вся бедная Жень, меня не устраивает твое поведение Я тебе еще раз говорю Я ровным счетом не поменялась никак Ты же залупился И залупился жестко Просто вот Я даже не знаю, как это назвать Ты просто вышел из-под контроля Ты всем своим видом показал мне Где, не то что мое место А как ты будешь ко мне относиться Потому что ты мне не ставишь Ты просто тупо меня как женщину уничтожаешь А я хочешь тебе скажу А ты тупо уничтожала меня всегда как мужчину Жень, хорошо И ты мне сейчас мстишь Как мужчину Я тебе всегда говорил, как мужика Ты меня унижаешь И ты мне сейчас мстишь Ты меня оскорбляешь Ты меня унижаешь Ты меня не ценишь Ты меня не уважаешь Ты каждый раз Знаешь, чем раз Подожди Ты каждый раз мне говорила За что тебя уважать? Я в один прекрасный момент сел и подумал Так, стоп Вот я иду по этой дороге со своей женой Меня там не ценят Меня там не уважают Не за что меня там уважать Тогда тебе не дорога, семья Я тебе еще раз говорю Мужчин, вот Тогда тебе и дорога, семья Если бы ходила, извините Измолаживала Или заселялась с другими мужиками Или ходила по дискотекам Шарахалась бы Нет, при чем тут я? Я бы тебя не уважала В первую очередь, Жень Я бы тебя не уважала Для тебя, Либер, для тебя очень важно Как ты выглядишь в данной В какой-либо ситуации Очень важно В какой жопу ситуации? Женя, да я уже больше в дерьме Где мне? Женя, нет, это я просто такая Это я просто такая, Жень И не надо сейчас мне говорить Что я не гуляю по мужикам Потому что меня осудят Доклала я на мнение кого-либо Я не гуляю по мужикам Потому что я не хочу этого И я понимаю, что это неправильно В первую очередь, Жень И да, я где-то груба Да, я где-то перебарщиваю И я перегибаю палку Ну? Ну задумайся, по какой причине это может быть? Почему? Знаешь почему? Потому что ты самодур Потому что ты уверен, что я от тебя никуда не уйду И ты можешь уже плясать, срать на голову Понятно? И как бы я на тебя не орала И что бы я тебе не говорила Ты знаешь прекрасно то, что Да, словом можно унизить Но как мне кажется Такими словами Которые прозвучали со стороны Вики Романец В сторону Черкасова Вот такими словами можно унизить Лебеша, а ты что, мне ни разу не оскорбляла? Я могла тебе сказать Не веди себя как чмошник Ладно Ладно, спасибо тебе большое, Жень Вот реально прям выговорилась И поняла, что завтра мы проснемся и будем улыбаться друг другу И все у нас в этой жизни будет классно Потому что ты, Евгений Руднев Сможешь создать мне тот уют и тот комфорт и ту заботу О которой я всю жизнь мечтала Хорошо Ребят, у Андрюхи есть конкретно Сейчас позвонил друг Говорит, что, короче, он сейчас едет с товарищем Сегодня будет чемпионат Короче, они устраивают чемпионат по нардам Мне предложили присоединиться У тебя все так прекрасно в жизни Три-четыре часа будет Три-четыре часа, короче, игра будет В нарды Меня пригласил Говорит, приезжай А он без жены? Да Ну, почему? Ну, видимо, уехала она с ребенком Девочку? Я съездю Ты зачем у меня спрашиваешь, Жень? А? Ты зачем у меня спрашиваешь? Все? Что? Сидеть дома целый день Со мной двадцать четыре часа в сутки Уже нет уже? Ну, в нарды хочется поиграть Чуть попозже приеду домой Хочешь, поехали вместе А? Я болею Ну, приеду сейчас, съездю Приеду часа через три Слышишь? Жень, ну, еть, еть Что я могу тебе сказать? Как я могу тебе запретить? У вас разместиться можно Дня на два, на три? Я на раскладушке посплю Выйди, пожалуйста Либерш Два-три дня Коль, выйди, пожалуйста Либерш Выйди, пожалуйста Я очень болею Либерш У меня температура Мне не охота Разговаривать Либерш Твоё пьянство Вынуждена с этим мириться Либерш Порции Кто-то смеется Кто-то Как твой муж Намёками Какими-то общается Но мы говорим про тебя И алкоголь Оль? Оль, я выпиваю Ровно тогда, когда Отпрашиваюсь у мужа Последний раз я Отпросилась у него Неделю назад За К своей подруге Всё Ну, почему ребята говорят Что каждый день От тебя пахнет? А ребята могут Говорить всё, что угодно Я говорю про всё Мы все в сговоре Мы все в сговоре Весь коллектив В чём-то два Говорят о том, что от тебя пахнет Когда ты приходишь с ними Общаешься с алкоголем Я объясню Про меня никто ничего Не может сказать Либерш, я понимаю Что никогда ни один алкоголик Не скажет, что я зависим Никогда ни один алкоголик Об этом не скажет Оль, хорошо Я готова, не знаю Показаться настоящему наркологу Наверное Съездить в клинику Я считаю, что я Я всё Я всё Тебя хватает за слова Ты готова показаться Настоящему наркологу Человеку, который разбирается в этом Да, да Я поеду в клинику Причём я сама выберу Потому что я знаю Может даже без камер Может даже без камер Хорошо Но я приеду Но с нашими сотрудниками Хорошо Чтобы точно знать Что ты нигде там погуляла по городу И не вернулась Нет, подождите Потому что большинство людей Которые выпивают Они находят миллион причин Чтобы не пойти на обследование Чтобы не закодироваться Прогулять Или найти алкоголь и выпивку Естественно Все участники Любят ковыряться К сожалению В грязном нижнем белье И это грязное нижнее белье Зачастую Они подкидывают Сами же в квартиры Можно я объясню Где на поверхности Кто со мной пил Почему с утра от неё пахнет Почему Люберишь можно выпивать А нам нельзя Друзья Смотри, Оль Нет, вопрос в другом Единственное Что они могут про меня сказать К сожалению Это то клеймо Которое на меня повесили В своё время Мои недоброжелатели Всё И все ребята ходят Они не хотят говорить О моих успехах Можно я скажу В своё время Ни про кого-то другого Они говорили Что кто-то выпивал Я реально выпивала И они за это зацепились И сейчас Не надо говорить Реально выпивала Настолько часто Что люди уже не могут На это не обращать внимание Оля, господи, боже мой Пускай ребята успокоятся Пускай они говорят Всё что угодно Я сейчас признаю тебе Оля, я алкоголик Отстаньте от меня Я буду заниматься дальше Своими делами Тогда мы идем для коллектива Слова Чтобы им было всем Всё равно Идите вы в сраку Вот единственные слова Повторяй, это тогда налога Давай с этого и начнем Ловное место Хорошо, договоримся Сейчас ли в нем Открытие магазина Уже не проблемы Там финансового планета И так далее И так далее И всё это И всё это Друга накладывается Смотри, когда употребляют алкоголь Они тратят как минимум Тысяч пять Откуда ты знаешь Ты же не считаешь Никакое что-то Она много пьет Она много пьет Я не знаю Я лично не видел Что в Леве Приходилось в таком-то Неадекватном состоянии И что-то там Она приходит Она веселее Я не знаю Её постоянно идёт шея Макс Она пьёт у себя дома И сюда приходит Уже протрезвёв Ты же не живёшь с ними Ну и вы же Ты же тоже не живёшь Я пытался сегодня Подселиться Почему она пропала? Она сегодня В отпуске была Она убежала сразу Который к я пришёл Она сбежала просто Буквально сбежала Потому что человек Который зависим Он бежит Понимаешь Он уходит на дно Значит тогда как Значит нам нужно Коллективно посидеть Пообщаться Просто выяснить все проблемы Она не слышит Уже общались много Человек Есть два варианта Либо человек Либо человек принимает Тот факт То что он употребляет алкоголь И ему нужна помощь Накинулись мы на это Либо Сначала нужно Почти с психологом Может семья Понимаешь Всё равно Она не считает То что у неё В чём тут это Макс Она не понимает Что это проблема Понимаешь Человек Который не воспринимает То что это проблема Вот так Как себя ведёт Фактические расстройства Непонимание Не слышать Есть же там не один Или там Грубо говоря Человек говорит И говорят все Я как человек Как специалист В этой области Понимаешь Я говорю Что это проблема Чем больше людей Чем больше людей Накидывается на человека Объясняет ему что-то Человек Понимаешь Чем больше он закрывается Больше закрывается А закрывается он за чего Почему мне когда Допустим Что-то говорить Будут допустим Залговорить Можно какой-то другой подход Найти к человеку Как человек Инженуальный подход Человек зависимость Это болезнь Макс Это болезнь в голове Друзья Милый мой Любимый Коллектив Телепроекта Дом-2 Благодетели Вы же мои Если кого-то Не устраивает Вечно Опухшее лицо Либерш К подону Смиритесь Я с ним родилась И очень этим горжусь А вы Идите в сраку А мы встречаем Ольгу Бузов Да Собственно говоря Либерш Все-таки Свое намерение Обратиться к коллективу И послать их В одно место Она Только что Реализовала А я Получается Между Молтоном Наковали Да То есть Потому что Когда участники Ходят и говорят О том Что от Либерш Пахнет Причем Пахнет С самого утра Когда Александр Да Который работает В наркологическом Диспансере Да Говорит о том Что У Либерш Есть серьезные Проблемы Есть симптомы Когда Николай Говорит Что Я устрою Бунт на корабле Если Либерш Пьет Почему я Не могу пить То получается Странным Если я буду На все это Закрывать глаза Я долго думала И решила Что я чувствую себя Замечательно Прекрасно Я занимаюсь Своими отношениями Я занимаюсь Работой за периметром Бизнесом В конце концов Занимаюсь всем тем Чем должен заниматься Нормальный человек Я по другому поставила вопрос Можно выпивать И чувствовать себя прекрасно А если людям Заняться нечем И если люди Любят копаться В грязном белье И любят подкидывать Это грязное белье Простите Другим По квартирам То это их сугубо Личные проблемы Ты нас посылаешь Всех в сраку Говоришь Что вы до меня докопались Да по честному На самом деле Никто до тебя Либерш не докопался Дело в том Что источник волнения Идет справа От тебя Он хоть и отрицает Это и спрятал голову В песок Но что год назад Он поднял эту тему Что вот у меня Либи бухает Я не знаю что делать Что в этот раз И мы это обсуждаем И мы просто подтверждаем Что есть такая проблема Но это Жене не нравится Он просто боится Получить от тебя дюлей И поэтому говорит Либи на меня наговаривают Я никому не ходил Ничего не говорил Но ему это тоже не нравится Что ему не нравится Я говорю Я еще раз повторяю Он подтверждает ведущих Втихаря Бескамер У тебя проблема с алкоголем Это вранье Вика Ты это отрицаешь К сожалению Это вранье Почему ты плачешь Чего Вот где проблемы Давайте решать Альберш Давай я сама разберусь Что будем решать Вика Что случилось Андрей Из-за тебя Так из-за кого Из-за меня Обменялись Списками Претензий Вика Давай ты Немножко успокоишься И вернемся к себе Ладно И к вашим проблемам Хорошо Спасибо По поводу Либерши Кто-нибудь еще Что-нибудь хочет сказать Саша Артемова Опять же могу сказать Еще раз такое случится Да Развод Точно Ну мне так кажется Это мои догадки Какие-то Что-то с кладушкой пришел Говорит Я здесь буду ночевать Буду помогать Либерш поставь бутылку Он сказал Я буду с тобой пить Потому что на двоих Будет меньше Как бы Количество И будем с тобой Пить Во благо Мне он готов пить Чтобы ты По чуть-чуть Отвыкала От эгоизма И очищала Понемногу Свой организм Бред Вот опять Ты сейчас на шутки Все переводишь Но это явная проблема Она есть И мы с Каленом Сегодня говорили На эту тему И мы хотим Всем коллективам Все сколько 30-40 рук Протянуть тебе И помочь И отправить тебя В реабилитационный центр И тем более У нас есть Эксперт Александр Который знаком С такими проблемами И он вам поможет Не отгоняйте Пожалуйста Не норничайте Хорошо Если мы все-таки Придем к поводу То что мне нужна помощь Мы обязательно Обратимся к вам К коллективу Ладно Мы вопрос подняли Мы от предложения Не отказываемся Если однажды Ты захочешь Без камер Подойти И сказать Да Мне это нужно Я хочу Хотя бы Обследоваться Да Я созрела Хотя бы для обследования Мы будем счастливы Да Снимать мы это не будем И обещаем Что мы поможем А если проблем нет Как ты говоришь А главное Что твоего мужа Все устраивает Ну Хорошо Давайте Давайте